Нормальные человеческие свойства. В первую очередь, побороть себя. Передесь в камеру. Подчиняется. Нашему желанию. Не только нашему желанию. А то, что ребята. Ну и нашу желанию. Осталась восьмерка у нас игроков. Ты бы мог кого-то выделить? Может быть, персональные какие-то симпатии? Или вообще по объективу игры? Вот я в пабличку передовой положу. Посмотрим внимательно на этих восьмерых спортсменов. Кто из них способен выиграть этот турнир сегодня? По своей текущей форме. Это был Дима в глазах. Нет, ну лучше бы слышать. Сказал, что я никогда не заметил. Тем более, что со всеми... Ни один косяк не предлагает. Я не могу. 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 Если вы обратите внимание, даже сами соперники конкретно на этом турнире... Нет, нет какой-то злости такого, недопонимания какого-то. Желательные люди относятся друг к другу. Даже когда играют друг с другом, с уважением, все они за хорошую игру. Это самое главное. Хороший результат. Нужно показать только рука обороту. Соркарю. Соркарю. Соркарю соперничество. Хорошая борьба. Ну, пока мы тут немножко отошли от темы. Начался второй матч группового этапа. Второго группового этапа. Качник Алексей и Пенк Алексей. Он такой дерби Алексеев у нас сегодня. Теперь против Саратова. Начинал матч. Лешкаточников. Ну, вот. Олег Никшев сказал, что несмотря на то, что он обыграл качникового на этом примере, он его считает главным фаворитом. В принципе, вот эта игра, она за выход из группы. Думаю, что там как Леша играет сегодня, у него 80-180. И это при том, что мы еще не посмотрели результаты, как он сыграл с Ромой Абуком. Ой, хотите. Не с Ромой, а с Афонином Сашей. То есть, не знаю, сколько там было потолков. 98. Вот такой, знаешь, Леша. Это самая легкосказуемая игра сейчас, самая драматичная. Они что-либо, знаете, двое Алексеев, настолько близко стоят по уровню друг к другу. И по расчету. 47. Результаты. Каждый из них способен выстрелить в любой момент. Много раз они это доказывали. Оба умеют попадать в хорошие цифры, списывать большие. 121. Давай, Леха. Быстро думать. Самое главное, идти оба парламента позиции. Ну да, это самое главное. Я думаю, что когда ты получаешь кайф от того, что ты делаешь, всегда совершенно другие результаты. Пока не так много у нас болельщиков. Конечно же, у Леша Кадышкина тренирует персональный болельщик. Рядом с нами. 99. Ты его брат. Собственно, как и у Леши Клипенко. Не будем думать про наличие Инны. Правда, как-то не проявляет свою активность сейчас. Я думаю, что в случае к ключевому моменту матча она обязательно подключится к процессу. Закрытие. Выиграл, да, первый лэк. Лешка взял свое начало. Ну, в самом деле, это при таком формате всего лишь до 4 поэкф играем. Выигрывает свое начало. Более после того, как он выгл был. Это будет вполне достаточно для того, чтобы выбрать игру. Ой, не согласен. Это будет очень плантливый. Очень цепкий. Видите, ну, в этот раз обращают забитную цепность. Не способны вырывать столь бюджет у соперника. Опа. Не давая слабеньких, пристреливая там, где, казалось бы, уже все пройдет. Я не забуду, как... 60. Я не забуду 160 очков, когда просто... И он просто подзифтовка. Давай первое, давай второе, давай третье. Не забуду 160 очков с человеком. Лэк. 60. Я был явно фаворит. Играл эту игру. Играл эту игру. Да, и при том, что я... Леша... Моноги... 46. 59. Вот как раз Леша Перпенко, я помню, как он играл на... Скандинавском проторе у нас в Москве. Фактически он... Ну, тогда, если не брать в расчет второй день, именно по сумме двух дней, он был... Ну, я считаю, что лучшим из наших игроков в тот уикенд. То, что, может быть, кто-то ждал каждый результат от того же Боря, как Солота, Орешкин, Саша. Но выстрелы реально Леша Перпенко. Да, здесь... Да, Леша Перпенко как раз одну из активных единиц приезжих скандинавов и исключил из борьбы вот этим своим подлигом. Это был не единственный подлиг в своей игре, но тот запомнился мне на его. Это было очень сильно. Пока у нас все идет к тому, что он сравняется счет. С точков везет Лешу своему сопернику Перпенко имеется в виду. Сто-один. Второй лэк вообще обычно славится неким снижением результата. Сто-один. Прошла какая-то эйфория. Люди задумывались о своем. Сейчас явно начнется некий подъем результата. Леша посмотрел, сколько у него в остатке. Оставил шестьдесят восемь. Но я думаю, что указочнику нужно по минимуму на одно утро и не цеплять, потом подходит, что вы надеетесь на то, чтобы выиграть лайк. Ну, собственно, есть одно. Что, сто, сто сорок. Переходит в семнадцатую, три четыре. Ты заметил, что Леша в каждочниках частенько играет через восемнадцатый, девятнадцатый сектор. То есть он любит, умеет и практикует, переходит по другим секторам. Есть игроки типа Максима Белова, который двадцатку будет до упора бросать. Там забор понаставит своих третиков, но будет упорно долбить шестьдесят. Леша, на мой взгляд, играет в каждочниках более разумно в этом плане. Снова оставляет он под воене двенадцати. Пашин лаги закрыл он как раз. Как раз чуть не повезло ему. Кстати, еще раз о качествах обоих Алексеев. Это два очень креативных игрока, умеющих издалека считать и готовить себе плацдарм для приятных красивых закрытий. Ну да, вот так ошибается. Идешь, перепянка, все попробуем. Заложил в этом подходе. Ну и катчико. Три чистых гротика на удвоение. Ну пока такая вот война неров идет. 12 набор, 12 набор. Ошибок, осечек. Можно сказать и так. Кстати, вот именно за счет по удвоению практически проиграл он в свою игру Олег Никишова и Леша Кадочников. То есть, ну такое дикое невидение на удвоение. Кстати, вот маленький нюанс. Промахнувшись в свое удвоение, Кадочников перед подходом Пилипенко подбодрил его на удачные просох. Это очень показательно для друзей соперников. Это очень правильно и очень красиво. так, здесь у нас 1-1. Сейчас стараемся узнать, что у нас у других мишеней происходит. 41. Так, что у нас у других группах происходит, пока расскажем. у нас все в виде игру Кольцова против Кольцова. Боря выиграл 4-1. Орешкин и Александр, как я понимаю, все-таки обыграл Максима Белова 4-1. 60. Так что и там, и во второй группе тоже фактически игра за выход между Борисом и Александром, кто выиграет в том матче. Фактически автоматически обеспечит себе участие в полуфинальном поединке. Еще немножко хочется рассказать о специфике вида спорта Дарс и конкретном моменте закрытия. Мы слышим здесь громкие выкрики, когда спортсмены закрываются, а вот предыдущий лед, который закрыл Алексей Пилипенко, прошел очень спокойно. Не было вот этого внутреннего напряжения, и он не отметился каким-то эмоциональным всплеском, что тоже очень характерно и показательно для нашего вида. Сан, как ты относишься к таким проявлениям эмоций? Ты как лучший стрелок, как поддерживаешь, внутренне как-то отрицаешь. Как вот вообще? Если это искренне и необходимо, я двумя руками за. Просто я не согласен с тем, что это какая-то обязаловка. Это вещь, которая проявляется сама собой, ты не планируешь, что ты выкрепнешь. Но когда нагнетается внутреннее какое-то напряжение и есть острая необходимость закрыться, ты выполняешь это закрытие, в общем-то довольно трудно сдержаться, это происходит непроизвольно. Но в принципе я сторонник тихого закрытия. Закрылся и пошел играть следующий человек. То есть фактически против такой некой показушности в том, что это закрытие. Ну вот у нас есть Володя Гусаров, который после каждого две трети закрытия сопровождается выигрками ЧУ. То есть ты вот такого отрицаешься. Я не сторонник такого, да. Хотя Володя Гусаров уникальный человек, ему как-то это все прощается, это для него естественно, и мы все переживаем за Володю, если он лишается возможности высказать свое ЧУ. Может быть он просто чтобы не уснуть внутренним будильником работает. Как показывает практика да, это так и есть и это так и работает. Закончился у нас кстати один матч. Честно говоря, я не уследил как сыграли Максим Белов и Кольцев Антон. Но только что Роман Абухов обыграл Александра Афонина и Саша потерял все шансы на выход из группы. Ну а Роману Абухов предстоит серьезный поединок против качников Алексея и в случае если сейчас Леша проиграет несмотря на то, что он ведет счете у Пилипенко в случае если качников проиграет этот поединок то это как раз будет матч за выход из группы. Ну собственно Инны потянулся я думаю что сейчас дела у Пилипенко пойдут в гору Жалуются по счету насколько я помню 8-1 8-5 Ваще вот как тебе сама идея проведения такой альтернативной тартс гиги да она именно коммерческая в смысле что игроки практически сами себя субсидируют приличным деньгами 3000 рублей вот если бы ну сказать что ты был бы на уровне но вот если бы твой румингей не позволял тебе претендовать на первом месте в каждом турнире но ты был бы одним из стал бы ты участным турнире однозначно если бы у меня было свободное время я при любом уровне попытался бы попасть если бы меня допустили буду тысячу раз благодарен признателен и счастлив фактически турнир для фанатов игры те кто хочет играть может быть не ставит больших задач все таки я считаю что человек 6-7 приехали сюда именно для победы то есть не потому чтобы провести время не просто поддержать турнир материальный но и выиграть этот турнир а вот что бы ты искал тем игрокам которые реально по уровню игры не претендуют победы почему они должны сюда приехать и попробовать пытаться сыграть кстати Алексей оригинальным набором закрыл 121 очко Пилипенко Алексей таким образом счет у нас сравнялся 2-2 что я хочу сказать вот это дружелюбность вот эта атмосфера которая присуща именно этому турниру но это лучшее что может быть в дартс тысячу раз скажу что соперники желающие друг другу удачи и радующиеся хорошему броску соперника в момент игры друг с другом это высший пилотаж это консистенция всего что может быть хорошего в дартс филипенко показал нам если ну птсенция всего лучшего что может быть в дартс вот она и есть именно об этом я и говорю спасибо для класса ставлю хорошо ладно это у нас был Дима Масников он же баттер всем спасибо большой огромный специалист в мире дартс я думаю кого бы нам еще позвать может быть Инна пойдем у нас черная замена у нас ушел Дима Масников решил передохнуть все-таки работа комментаторов столь сложна и опасна и ответственна что не все выдерживают ее прессинга ну замена Рамонова Инна я считаю что это непосредственный участник матча переживаешь с Олешкой очень я не хочу на это смотреть очень страшно ну даже да прекрасно понимаешь что Леша сейчас выигрывает и он фактически выходит полуфинал в любом случае Леша выиграет вот не знаю какой он Леша выиграет что имеется ввиду Леша Пилипенко ну вообще Леша как вот он относится к тому что ты болеешь за него нравится ему или наоборот просто уйти как он мне кажется он смирился с тем что очень сложно отогнать меня от мишени приходится играть а раньше как бы не очень воспринималось то что ты находишься рядом с мишени то есть это мешало ему сконцентрироваться или может быть психологически давило на него думаю да потому что поступали просьбы просто отойти от мишени во время игры ну фактически у нас игра переходит в Эншпиль 2-2 счет и игроки оба вышли на закрытие 116 Леша Катышникова 123 Леша Катышникова Ина вот скажи ты как практика теоретик дартс вот Леша он много работает тренировка именно дартс уделяет сколько времени в день вот чтобы вот так играть многие континжеты Леша играет на очень хорошем уровне многим планирует его манера игры и как он играет техника вот сколько реально он уделяет времени для того чтобы тренироваться уделяется уделяется трех четырех чисел но на выставок в день в день в день да нет мало дартс ну в неделю месяц примерно столько же уделяем сколько результей ну вообще вот как ты думаешь если бы был шанс стать профессионалом Алексея допустим и зарабатывать деньги дартс стал вы по 6 по 7 часов в день бросать ротики каждый день по 8 и по 10 самого согласился такой возможность вот не работать не учиться ничего просто получает деньги за то что ты играешь и там из победы в турнирах спонсорский контракт если у меня был достойный уровень который позволял расходоваться 3 2 тем не менее лёша качников вышел вперед но это так начинает и лёша пилипенко правда после этого подхода преимущество логи перейдет лёша качникова у него реально возможность выиграть этот матч уже в этом логе если достигать девяносто пять джунг 37 хочу ей ази 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 как ну пробжается решающий момент матча 2009 джоша качникова После этого подхода он обязан уходить на окончание. Но помню, что уже несколько раз на этом турнире подводили его именно удвоение. Набор у Леши классный. Дает какие-то подсказки его брат. Настраивает на броски. И откровенно не везет Леша Перепенко. 120 очков и 60 на полу. Попал 60. 100 очков. Леша Перепенко и для того, чтобы выиграть Лек на своем начале. Первый пал у троения. Один дротик на удвоение у Перепенко. Нет, не закрывайте. 90 у Кадышникова. Как минимум один дротик на полу у него должен оставаться на победу в матче. Есть 60. Два дротика на удвоение 15. Удвоение 10. Но который уже открывается в этом матче. Леша Хадышникова. У Леши Перепенко. Три чистой дротика на топс. Самый центр удвоения и нас ждет решающий Лек. Ты знаешь, что этот матч фактически забыл из группы. Ирина, скажи, у нас в турнире принимала участие Марина Шершакова. Сама бы ты смогла сыграть? Разбавить мужскую компанию своим присутствием? Ну, вполне возможно. Просто на самом деле довольно интересный опыт поиграть все-таки в мужском турнире. Потому что уровень незаметно сильнее, чем в женском Дарсе. Но одна-то, конечно, намного сложнее с ними соперничать. Хотя иногда ребята поддаются. Мне хотя поддаются. Возможно, расслабляются. Начинаются проблемы на закрытии, когда можно зацепить пару дегов или даже выиграть, если не повезет. Вообще, как ты думаешь, почему женщины играют несколько слабее, чем мужчины в Дарсе? Вообще, не даже вот у нас в России, а в общем в мире. Ну, вот это, мне кажется, очень сложный вопрос на самом деле. Даже аналитический. Но мужчин почему-то сложилась довольно сильная конкуренция. И конкуренция много выше, чем в женских турнирах. А вот причину этого найти, мне кажется, довольно сложная. Не то, что упоринция, а вот именно уровень игры, да? Набор у мужчин повыше и запресс повыше. Вот почему? Три физиологические особенности там? Может, какие-то эмоциональные, психологические? Психологически, возможно, просто мужчины более устойчивые. Даже если проследить разные виды спорта. В принципе, мужчины обычно выше результаты. Ну, Арт, мы же здесь там не бегаем, не впрыгаем в высоту, в длину. Ну, мне кажется, ему сказать, что психология просто не упорнее хотя бы. Ему интереснее там. То есть хочешь сказать, если ты прыгаешь там, что там 0-3, играем до 4, то ты просто так вот возьмешь и сольешь игру? Нет, я, может, и не солью. Надеюсь. Но мне кажется, упорства иногда не хватает. Все-таки иногда наступает такой момент, когда проигрывая, ты думаешь, ай, ну ладно, ну проиграю уже, что поделать. И все-таки не хватает какой-то силы воли для того, чтобы вытянуть игру. Хотя вполне это реально в многих случаях бывает. Леша Кадочникова попадает 130, в остатке у него 52, и у него как минимум 2 дротика будет на победу в этом матче. Ну, Апель Пенка графически необходимо было попадать утроение в этом подходе, но всего лишь 58. На 40 выходит Леша Кадочникова, и с первой попытки закрывает он ТОПС. 4-3, 4-3 он выигрывает этот поединок. Очень упорный, очень интересный. Мне казалось 3-5. Все равно невозможности на победу, но вот тут факт того, что Леша Кадочников выиграл начало, выиграл пул, сыграло свою роль. Бум шоколака! Бум шоколака! Бум шоколака! Бум шоколака! Бум шоколака! Бум шоколака! Продолжение следует...